Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала Юрбин, программа «Случаи из практики» в студии Екатерина Борж. Традиционно начнем с вопроса о телезрителе. Однажды в банке мы с сыном стояли в очереди, и в зал въехал инвалид-колясочник. У него не было ног, сын спрашивал, что с дядей, а я растерялась, тем более тот мужчина слышал то, что я говорила. Я поняла, что не знаю, как объяснить это ребенку и воспитать его, чтобы он потом не держался в сторонке, а полноценно общался с разными людьми. Подскажите, как разговаривать с детьми на такую тему? Вопрос от Валентины. Об уроках терпимости к людям с ограниченными возможностями нам сегодня расскажут наши гости. Гости из отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда». Лариса Петровна Шагина, заведующая, здравствуйте. Любовь Леонидова Безнотикова, педагог-психолог отделения. И Наталья Борисовна Андреева, специалист по социальной работе тоже отделения. Здравствуйте. Напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60 с вашими вопросами или, может, предложениями, как на самом деле можно воспитать в наших детях терпимость к людям, ну, чтобы не смотрели с жалостью, чтобы не было, было полноценное общение. Вот звоните, говорите, еще одна возможность, пишите нам на СК, я постараюсь озвучить все ваши вопросы. Дорогие гости, для начала хотелось бы прокомментировать вопросы от нашей телезрительницы Валентины. На самом деле, как можно воспитать и возможно ли? Ну, проблема-то состоит тут в том, что восприятие мамы самой человека с ограниченными возможностями, да, то есть она не смогла объяснить, потому что она сама не представляет правильно и редко встречается с такими случаями. Ну, просто мама же тоже не виновата, она неплохо относится. Она сама не знает, как воспринять его, как подойти к этому человеку, оказать ли помощь, и поэтому не знает, как объяснить ребенку. В первую очередь родители объясняют детям мировосприятие. Это хорошо, это плохо. И если бы мама знала, воспринимала человека с инвалидностью как себе равного и могла с легкостью объяснить ребенку, что так получается. Человек заболел, и в силу его болезни ему приходится передвигаться на коляске. Просто ему в нашем мире тяжелее это делать. То есть вы бы такими словами объяснили? Ну, он обычный человек, такой же, да, единственное, то, что он передвигается с помощью коляски, но он такой же человек, как и все остальные. Ведь как в мире нету одинаковых, похожих друг на друга людей, то у каждого есть свое отличие. Кто-то немножко активнее, громче разговаривает, кто-то поспокойнее, тише. То же самое и у людей, которые кто-то передвигается с помощью коляски, у кого-то, допустим, те же самые костыли, кто-то этим не пользуется. Поэтому это обычный человек, просто у него есть... Какие-то ограничения в здоровье и в передвижении даже в нашей жизни. Ну, кроме того, для того, чтобы воспитать, на мой взгляд, ребенка в правильном направлении, в этом аспекте более терпимом, нормально воспринимающем, наверное, нужно почаще, может быть, видеть, как-то приходить в среду, общаться и понимать, что на самом деле это такие же обычные дети, если это дети, такие же обычные взрослые, если это взрослые, так? Конечно. Вообще детям нужно объяснять это с самого детства. И я думаю, они бы это воспринимали намного легче и более понятливо относились к этому, с пониманием, если бы это не видели. Только сейчас, в последнее время, мы заговорили о толерантном отношении к таким людям, о их восприятии как полноценных таких же людей, как и все остальные без инвалидности. И также дети, инклюзивное образование, о котором много говорится сейчас и в нашем городе, также и в республике, совместное, где обучаются дети с инвалидностью и дети без инвалидности. Поэтому в последнее время, как в России, так и на республиканском уровне, и на муниципальном, много стало проводиться мероприятий различных. Допустим, доступная среда, это программа российская, мы ее можем все наблюдать по телевидению, в рекламе, инвалид, не инвалид, дети так не делятся. И если раньше люди не задумывались, то я думаю, даже с помощью этой рекламы мы уже привыкаем, и в нашем сознании что-то должно происходить. Да, дети так не делятся. Инвалид, он на коляске, незрячий. Ну и в городе у нас, например, проходит много мероприятий, потому что вводится инклюзивное образование. Я знаю, в детских садах, в дошкольных детских учреждениях дети принимаются с инвалидностью. Также в школе номер 18 сейчас пробуется обучение детей с инвалидностью в обычном классе. Причем с самим, наверное, деткам с ограниченными возможностями, как принято называть, наверное, это очень важно. Конечно. Для них себя воспринимать, как обычный ребенок, он ходит в обычную школу, это же просто здорово. Главное, это что происходит в головках детей, которые в обычном классе учатся, учителей, их восприятие и родителей. Ну вот немножко к этому мне хотелось бы добавить, что вообще вот у нас в России такое мировоззрение, скажем так, вот сейчас два аспекта понимания инвалидности. Это медицинский аспект и социальный аспект. Вот с медицинской точки зрения инвалид – это проблема. Почему? Что делает человека инвалида? Потому что у него есть нарушения. Он не видит, не слышит, допустим, не может передвигаться. Поэтому ему нужно создать какие-то специальные условия, какие-то специализированные учреждения, какие-то права для него разработать специальные. И тем самым мы изолируем человека с инвалидностью от общества, тем самым ограничивая его этими правами, учреждениями, скажем так, ограничениями в коммуникации, ограничениями в принятии информации. Получается, запираясь, пусть и неудобную, но клеточку. Да, да. И вот уже в Европе в середине 70-х годов, причем сторонниками этой позиции, социальной, скажем так, социальное понимание инвалидности, выступили сами люди с инвалидностью. Они хотят быть такими же, как остальные. Они хотят иметь доступ на работу, иметь доступ к информации, доступ к общению, чтобы у них не было вот этих ограничений, да, ограниченных прав. Поэтому оттуда и пошло понимание. Человек с ограниченными возможностями, да, то есть медицинского аспекта. А социальный – это не человек с ограниченными возможностями, а человек, у кого есть нарушения. Ему требуется такое же лечение, как и остальным здоровым людям. Поэтому барьеры, его делает инвалидностью барьеры в обществе. Хотела прочитать сообщение от нашего телезрителя Максима. Но прежде напомню, телефон прямого эфира 469060. Зазванивайтесь, задавайте вопросы. Прочитаю. Я столкнулся с тем, что когда потерял зрение на одном глазу, это произошло 3 года назад, отношения с девушками поменялись. Точнее, они стали воспринимать меня не так, как раньше. Практически все говорят, что моя слепота не имеет значения, а на деле все наоборот. Друзья советуют искать такую же слабовидящую. А может, стоит все-таки надеяться на встречу с девушкой искренней любящей? Ну, проблема действительно тут есть. То есть, самое главное, как сам себя воспринимает человек, точно так же воспринимают его и другие люди. Поэтому действительно нужно воспринимать себя, как обычный здоровый человек. Полноценный. Каким образом можно настроиться на это? Потому что он не родился с этим. Он пишет, что 3 года назад это произошло. Я думаю, взрослому молодому человеку сложно и так смириться. Это очень сложно. Вот сами даже люди с инвалидностью говорят, что нас делают инвалидами не наши заболевания, а те барьеры, которые есть в обществе. И поэтому эта перестройка, она действительно требует времени. Ну, возможно, обратиться к специалисту. Это тоже реальная помощь, чтобы уже не было… То есть, именно проблемы восприятия себя. И восприятия себя другими людьми. И уверенность приобрести, и она уже даст шаг. Никогда не отчаиваться, потому что сегодня он слепой, а завтра с помощью медицины можно его сдавить. Насколько я знаю, ваше отделение проводит уроки терпимости, если я правильно называю, где проводится, как, для кого? Ну, уроки терпимости, или иначе их называют уроки понимания инвалидности, проводятся уже на протяжении 10 лет в средних общеобразовательных школах. Целью данных уроков является привлечение внимания к проблеме инвалидности, формирование у учащихся гуманного отношения к людям с ограниченными возможностями. На данных уроках дается вообще общее понятие инвалид. И ведется беседа с детьми, именно беседа, где дети с переживанием относятся к таким людям, особенно к детям. И мы знаем, что сейчас в школах тоже обучаются дети с инвалидностью. И самое главное – достучаться за здоровых детей, чтобы они воспринимали этих детей такими, какие они есть, равными себе. А каким образом школу выбираете? Это какие-то школы, друзья, с которыми сотрудничает центр? Или это все школы? Это все школы города. То есть договариваемся с администрацией школы. По проведению данных уроков они идут очень хорошо навстречу. И урок проходит в виде классного часа. То есть это как? Беседа, лекция? Да, это беседа. И как дети реагируют? Если беседа, значит, получается, есть возможность задавать вопросы. Конечно. Что спрашивают обычно? Ну, они, как правило, задумываются. При вопросе, когда у них спрашивают, кто такой инвалид, они говорят, естественно, что это человек с ограниченными возможностями, есть какие-то ограничения в здоровье. Но самое главное, они отмечают о том, что инвалид – это не то, чтобы не совсем правильное слово. Это, ну, как правило, обидное. Обидное, да. И с обереживанием относятся очень. Насколько я знаю, вы даже настраиваете как-то общение между такими детками, у кого, скажем так, ограниченные возможности, обычными детками. Каким образом? Изначально, так как это уже проводится нашим отделением 10 лет, Наталья Борисовна сказала, вначале дети в школе, в классе писали письма. Наталья Борисовна рассказывала о каком-то ребенке нашего отделения. То есть они писали прям конкретно. Иногда были даже случаи у нас, что она рассказывала об их однокласснике. Просто они не знали, что у них есть такой одноклассник. Просто он обучается на дому, да, из-за своего заболевания, потому что он маломобильный. Вот, они с интересом слушали о нем, о его увлечениях, что ему интересно. Потом писали письма, и специалист центра уже относил их непосредственно этому ребенку. Он читал и также им отвечал. То есть раньше было такое. Но так как у нас с появлением интернета, социальных сетей, сейчас идет просто обмен. Также специалист рассказывает о ребенке и дает контакты в интернете, телефоны. Еще хочется отметить, что есть программа республиканская «Право быть равным». И наше отделение участвует в этой программе, реализуя комплексную программу нашего учреждения. Это «Мир без границ», куда входят уроки понимания инвалидности. И мы получили оборудование мультимедийное. И с помощью этого оборудования уроки будут уже чуть-чуть на более современном уровне. Наталья Борисовна проводит, будут использоваться различные видеоролики, видеофильмы. Поэтому вот такое новшество. Дети иногда могут увидеть, поспорить, задуматься. Но уроки станут более интересными, я думаю, насыщенными. И вы знаете, когда вот урок заканчивается, когда подходит ребенок и говорит, просто подходит, и говорит спасибо. И передайте, пожалуйста, здоровье и счастье ребенку данному, например, о котором я рассказывала. Это самые золотые слова, я считаю. Значит, я достучалась. Но если вот 10 лет, вот первые переписки, есть те, кто, например, они вышли из школы, уже выпустились. И вот до сих пор дружат или общаются? Вот такие вот. Не следите за такими историями, например. Нет, у нас была девочка, которая общалась с классом. Как бы весь класс был очень активный. Девочка обучалась на дому. Она не имела возможности вообще выходить из дома в связи с тяжелым заболеванием. И вот такой диалог велся в протяжении нескольких лет. Ну, уже время прошло, я, честно говоря, не знаю, сейчас. Девочка выросла. Девочка выросла в 18 лет, да. А потом они уже у нас не посещают наш центр. Единственное, что выпускники нашего отделения, конечно, они приходят. Ну, кто может. Уже волонтерами сами выступают. Есть выпускники клуба «Диалог», который у нас создан для подростков. В нашем отделении тоже на протяжении 7 лет он работает. И уже те дети, которым сейчас по 19, по 20 лет, они приходят как волонтеры. Занимаются с маленькими детьми. То есть, получается, цель вот этих уроков в понимании инвалидности, вот цель какая? Поднять эту проблему или объяснить все-таки детям, что... Во-первых, привлечение внимания к проблеме инвалидности, принятие инвалидов такими, какие равными себе, что это такие же люди, как и мы с вами. И самое главное, что от инвалидности никто не застрахован. Сегодня мы здоровы, а завтра с нами нельзя поэтому никогда смеяться над такими людьми, а просто помогать им. И еще, как скажем так, немножко вот молниеносно не может наше мировоззрение измениться, да, с медицинского аспекта. И вот эти вот те маленькие шаги, которые в будущем дадут, когда все люди в России начнут воспринимать инвалидность с социальной точки зрения. Нам пора прерваться на небольшую рекламную паузу, не переключайтесь. У меня беда, Борь. Костя, Костя, они на машине человека сбили. А я в бега подамся, как бандитов по телеку показывают. Отвечай, он был за рулем! Он я спрашиваю! Мам! Что это ты делаешь? Сереж, помоги. Я все для тебя сделаю, что не скажешь. А меня вы спасили, чего я ждал! Спасили! Я без тебя жизни не буду. Костя! Алексей Чатов Мам! Мой здесь! Не за вас! Очень виноват! Оксана Акиншина А-а-а! Сергей Шнуров А-а-а! Игры мотыльков В четверг на Юргане Вы смотрите программу «Случаи из практики». Сегодня мы говорим об уроках терпимости. И гости нашей студии, гости из отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными физическими возможностями Надежда, заведующая Лариса Петровна Шагина, Любовь Леонидовна Безносикова, педагог-психолог, и Наталья Борисовна Андреева, специалист по социальной работе. Хочу сразу прочитать сообщение от телезрителя нашего поступила на СИКЮ, но напомню нашим телезрителям телефон прямого эфира 46 90 60. Звоните, задавайте вопросы. Прочитаю. Вы знаете, я общаюсь со многими людьми, и со здоровыми, и с инвалидами, и могу точно сказать, что у одиноких здоровых людей не меньше, чем у инвалидов. Все зависит не от инвалидности или ее отсутствия, а от того, что у человека в голове и на душе, как он увидит этот мир и отразделяет себя с ним. Главное – не отчаиваться. От Марии. Очень правильно. Согласна. Правильная у нашего разговора, что как человек воспринимает себя, преподает, так и будут его другие воспринимать. Не опускать рук, быть сильным и оставаться самим собой. Самое главное. Расскажите немного о вашем отделении. Ну, нашему отделению уже… Вы недавно приобрели новый дом при этом. Да, это наша радость, наша гордость, и как наши, и детей, и родителей. Мы уже год как находимся в новом помещении на Катаево 21. Это новое здание, выстроенное со всеми требованиями. Есть у нас лифт, который предназначен для передвижения маломобильных детей. Площадка есть у вас там? Площадка есть, да. Да, у нас телеканал Юрган об этом знает, потому что мы проводили совместно, вы, вернее, для нас проводили акцию летом. И сейчас у нас она облагорожена, так скажем. Вот. Находимся мы в двухэтажном здании. Много кабинетов у нас для всех специалистов, которые работают. А специалистов сколько у вас? У нас пять специалистов по социальной работе, восемь узких специалистов. Это и педагог-психолог, и логопеды, инструктор физической культуры, музыкальный руководитель, социальный педагог. То есть это те, кто занимается непосредственно реабилитацией детей. И три социальных работника у нас. А при этом деток у вас? На учете у нас 460 детей сейчас. Но это еще не все. Это те, которые обращаются в центр за услугами. То есть их больше в городе. Мне подсказывают, что у нас есть звонок. Давайте примем. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Татьяна. У меня такой вопрос. Моему ребенку 7 лет, он у меня инвалид. Я вот хочу спросить, можно ли к вам приходить просто на занятия, или как беседы с другими детьми, чтобы как-то проводить время. Потому что ребенок замкнутый, с обычными детьми, боится, стесняется общаться. Потому что дети пальцем тыкают, как-то обзывают. И хочется как-то, чтобы раскрепостился малыш. Спасибо. Спасибо, большой звонок. Приходить к нам не можно, а нужно. Обратиться в отделение непосредственно. Катаева 21, я напоминаю. Телефон 3201-31. И непосредственно уже записаться, во-первых, к узким специалистам. Любовь, я не знаю, расскажу. То есть мы проводим диагностику, потом уже определяем. Сначала индивидуальная, возможно, коррекция, а потом обязательное включение ребенка в группу. Потому что вопрос состоит в том, что именно развитие, как можно максимально социализировать ребенка. Развитие коммуникативных навыков. И именно вся реабилитация на это направлена. Обязательное включение в группу, где и получает то, чего ему не хватает дома. То есть реабилитация, получается, идет наверняка в нескольких направлениях. Психологическое и физиологическое. Комплексная реабилитация. Комплексная реабилитация. То есть инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель проводит занятия по музыкальной терапии. Логопед занимается, дефектолог, педагоги-психологи. Их у нас два в отделении. Развитие мелкой моторики занимается у нас социальный педагог. То есть получает комплексную, непрерывную, постоянную реабилитацию. Помимо этого еще можно посещать, во-первых, мероприятия, которые организуются в отделении ко всем календарным праздникам. Это и 8 марта, и новогодние утренники, и дню семьи всегда организуются. Они организуются для ваших детей или с помощью ваших детей? Для наших детей, для детей, для родителей, но с помощью волонтеров. Мы сотрудничаем со многими центрами дополнительного образования, с педагогическим колледжем, с колледжем искусств, которому мы всегда говорим большое спасибо за участие. Они организуют просто прекрасные мероприятия с выступлениями, с номерами. И дети с удовольствием воспринимают это. И также воспринимают радостно вот это вот общение волонтеры, студенты и школьники, что вот радует, как раз решается проблема вот нашей сегодняшней передачи, о чем говорится. И еще один из видов социальной реабилитации – это клубная деятельность. На базе нашего отделения работают несколько клубов. Это один клуб для подростков. Мы уже говорили с ними диалог. Можно туда записываться с 10, с 12 лет и до 18. В чем заключается клубная деятельность? Клубная деятельность. Они у нас еженедельно встречаются. У них составлен план мероприятий. Вот что они только не делают у нас. Они у нас сплавляются на байдарках. Они ездят в путешествия. Сейчас вот опять же по программе «Право быть равным». Они посещали Великий Ростов, Золотое кольцо России, путешествовали. Они у нас ходят в боулинг на благотворительной основе. В релакс. Тоже большое спасибо нашим партнерам. Скалодром. Посещение театров. То есть у них каждая неделя расписана. У них такая плодотворная очень жизнь. Есть также у нас клуб для детей с синдромом Дауна. Это «Радуга надежды», которая работает по субботам. И этот клуб посещают именно дети с этим заболеванием и их родители. Синь. Да, он для семьи. Для семьи. То есть его посещают не только, получается, родители и ребенок с синдромом Дауна. Но и также и здоровые дети. Сейчас уже и бабушки, и дедушки. И братья двоюродные, и сестры двоюродные. То есть очень-очень такое вот стал... Сначала было 4-5 всего семей. А сейчас их уже 12. И они настолько все сдружились, сплотились, да. Что вместе какие-то идеи, помогают друг другу. Такие молодцы вообще. Замечательный клуб. И руководитель у нас логопед Гуминая Светлана Владимировна. Так что вот если есть какие-то проблемы, допустим, можно и в этот клуб обратиться. Вот. И еще один у нас клуб. Он работает уже второй год. Это друзья человека по канистерапии, реабилитации с помощью собак. И опять же нам здесь большую помощь оказывают волонтеры, кинологи и благотворительный фонд. Наш друг Татьяна Анатольевна Козлова. Она организовала это все, подружила, так сказать, всех. И на протяжении второго года уже работает этот клуб. Причем присоединяется все больше и больше кинологов. Если раньше проводился один раз в неделю, то сейчас уже три раза в неделю. Потому что нравится детям. Есть очень положительная динамика в реабилитации детей. Ну и с собаками, да, и родители довольны. То есть они видят рост детей и требуют вот каких-то новшеств, чтобы больше давали им детям. Ну мы этому рады. Еще одно сообщение хочу прочитать. Прочитала статью на днях. Какие слова можно говорить инвалиду? Пришла в ужас. С ними нужно просто разговаривать. Естественно, когда для этого есть желание. Они такие же люди. Вы же не задаетесь подобными вопросами, когда общаетесь с своими друзьями или новыми знакомыми. Внимание инвалиду необходимо ровно в том количестве, в каком оно необходимо любому здоровому человеку. Если просит о помощи, помоги. Не просит, не надо акцентировать на этом внимание. Возможно, он не так уж и беспомощен, как может показаться с первого взгляда. От Ирины сообщение. Ну я с Ириной полностью права. Согласна. Нельзя никогда подойти и навязывать свою помощь. Прежде всего, если вы человека встретили на улице и даже видите, что вроде бы ему нужна помощь, нужно подойти, поздороваться и спросить, вам нужна моя помощь. Потому что человек может справиться сам. И еще, если это колясочник, вот такая рекомендация, рекомендация, всегда разговаривайте, чтобы у вас глаза были на уровне его класса. Потому что присесть или так, чтобы нагнуться, чтобы человек видел ваши глаза, чтобы он не задирал голову, смотря на вас. И всегда спросите, нужна ли моя помощь и чем и как я могу вам помочь. Потому что бывают такие случаи, люди бросаются помогать, допустим, тому же человеку на коляске, не зная, как ее правильно транспортировать. Это может быть и перевернуться она, и оторваться что-то от этой коляски. Либо когда мы переводим слабовидящего человека, либо незрячего тоже. Такая рекомендация. Ну и самое главное, конечно же, с каким чувством ты подходишь к человеку с инвалидностью. То есть если ты испытываешь к нему жалость, желание опекать, человек с инвалидностью очень хорошо это чувствует. А это самые неконструктивные чувства. То есть ты превозвышаешь себя над этим человеком. Поэтому с чувством просто помощи и взаимопонимания. Самое главное вот это вот. Ну вот вы говорили, что у вас много друзей, волонтеров, а еще волонтеры нужны. Может быть наши телезрители, кто сейчас смотрит эфир, есть у них немного свободного времени. Они с удовольствием бы пришли. Пожалуйста, это зависит от ваших способностей, возможностей. Можно позвонить в отделение, предложить, и мы уже рассмотрим варианты, чем вы нам можете помочь. А волонтерское движение, конечно, сильно очень развито, но развивалось не один год в нашем отделении. И в этом году, так как мы участвовали в российской акции «Добровольцы детям», у нас дошло число 340 человек. Помогло нашему отделению. Это и студенты из ГУ, добровольческое движение от сердца к сердцу, и педагогический колледж, и колледж искусств. То есть мероприятия были различные. От проведения мастер-классов, проведения праздничных мероприятий, о которых я уже говорила ранее. Это показ концертов, поздравления с Новым годом. Также активно участвуют добровольцы, студенты у нас в благотворительной акции ежегодной эстафеты «Добрых дел», которую мы также проводим уже 10-й год. Организуем благотворительные обеды. И опять же наши благотворители, так сказать, которые на протяжении не одного года уже нам помогают в этом, организуют эти обеды. А добровольцы приходят и там развлекают детей. То есть это конкурсы, викторины. То есть для ваших деток получается праздничный стол и посвященный международный днёк, ко дню инвалидов. Было большое мероприятие в клубе «Метро», которое организовало «От сердце к сердцу». И в фонд «Помоги ребёнку» присутствовало 80 детей. И было, конечно, просто весело детям. Они получили огромный заряд бодрости, энергии, веселья. Ну и вот собаки, которые у меня уже кинологи, школьники из центров дополнительного образования. В акции «Юрган детям», которые нашу территорию благоустроили. Примеров очень много. Ещё одно сообщение. «Я молодая девушка, после аварии потеряла ноги. Сижу теперь дома. Интернет – единственный способ общения с миром. Из дома выходить ненавижу. Окружающие мучают идиотскими вопросами и тыкают пальцами. Отвики. Такое сообщение. На самом деле нужно ли запираться дома? Или если некомфортно, тогда лучше там и сидеть? Ну мы уже говорили об этом. Действительно, то есть это внутреннее чувство, внутреннее состояние. С этим надо бороться, справляться и, скажем так, развивать в себе вот это то сильное чувство собственного достоинства. И ни в коем случае не отказываться ни от помощи близких, ни от общения с друзьями. Это всё будет налажено, но со временем. Единственное, надо быть сильным. И чтобы окружающие никогда не отворачивались, потому что именно эту силу дают наши близкие. Поддержка. Можно ещё порекомендовать девушке обратиться к таким же молодым людям с инвалидностью. У нас есть прекрасное молодёжное движение молодых инвалидов «Пульс». Очень активные ребята, многие выпускники нашего отделения, которые настолько активно принимают участие вообще в жизни города, в республике. У них много различных идей, которые они воплощают. И я думаю, что этой девушке можно обратиться туда, где она найдёт поддержку и понимание, по крайней мере. И может, они её привлекут в какие-то мероприятия, где ей будет интересно, где она найдёт своё «я» и поймёт, что она такая же, как и все. Всё-таки в качестве заключения хотелось бы услышать от вас итоговые, скажем, два-три слова от каждой из вас, как настроить и самим себя, и своих детей, чтобы на самом деле получились уроки терпимости от обычных людей, что должно быть направлено. Ну, я порекомендую родителям, которые воспитывают детей с инвалидностью, многое зависит от них. Вот как они сейчас настроят своего ребёнка, мировосприятие. То есть либо он закрытый, там все вокруг враги, а ты вот такой несчастный и больной. Либо совершенно по-другому. Мир вокруг тебя воспримет, но ты должен быть достойным этого. Ты должен преподносить себя людям, такой, как ты есть. Ты ничуть не хуже других. Это первое. А в отношении общества, наверное, в обществе нужно развивать такую, и больше создавать таких программ, как «Доступная среда», где будет ежедневно, везде по телевидению, на плакатах, на баннерах, где будет говориться о инвалидности, о проблемах, и что люди так не делятся. Буквально два слова, да. Всем остальным, как говорится, самая главная фраза – относитесь к другим точно так же, как хотите, чтобы относились к вам. Поэтому относиться людям с инвалидностью нужно точно так же, как вы относитесь к здоровым людям. Ко всем другим. Да, ко всем другим. А я бы хотела сказать, что людям с ограниченными возможностями, людям с инвалидностью, и родителям, имеющим детей инвалидов, никогда не нужно отчаиваться, никогда не опускать руки, а всегда двигаться вперед. И все получится. Напомню, что сегодня у нас были гости из отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Надежда». Лариса Петровна Шагина, заведующая. Повторим телефон. Вдруг кто-то не успел. 3201-31 и 3201-03. Замечательно. И Любовь Леонидовна Безносикова, педагог-психолог. Спасибо большое. И Наталья Борисовна Андреева, специалист в социальной работе. Спасибо большое вам всем. Спасибо вам. Здоровья и счастья вашим деткам. Всего доброго. С вами, дорогие телезрители, мы увидимся завтра в 12.40. До встречи.